на ремонте вот такой планшет asus фонпад 7 к 012 модель не могу показать слишком мелко написано значит плохо заряжается или почти совсем не заряжается работает все нормально но сложно зарядить потому что вставляешь разные кабели выбираешь себе положение то заряжается то не заряжается самая частая проблема из всех телефонов и планшетов эта проблема с разъемом зарядным его нужно поменять для того чтобы поменять его нужно разобрать разбирать можно по-разному можно использовать какие-то такие лопатки специально начать можно вставив что-то плоское и отстегнув потому что лопатка просто так не залезет нужно сначала дать начало засунуть и как бы начать отстегнуть но я это делаю чаще всего просто ногтем пытаюсь найти слабое место куда можно засунуть отстегиваю ногтем но предварительно нужно вытащить если есть какие-то карточки или sim карта или карта памяти нужно вытащить вот так отстегивается что дальше дальше будем снимать плату поэтому убираем разъем питания нужно снять и ну собственно здесь все разъемы нужно отстегнуть и убрать разъем питания убираем потом чтобы этот разъем снять нужно вот эту белую штучку тоже ногтем поддеть например вещи чем-то поддеть и теперь она уже вытянется если подтянуть вот эту синюю полоску то она вытянется есть еще разъем динамика разъем значит что еще нужно открутить винтик я тут уже по откручивал вот эти два длиннее и они белые и вот вот так вот снимается и чтобы она не телепалась снимаем чем-нибудь поддеваем и вытаскиваем этот разъемчик туда-сюда это разъем динамика музыкального так скажем большого музыкального динамика так открутили винтики мы все по моему тут еще и наверное это уже можно мне кажется все можем посмотреть вот здесь еще скотч нужно отлепить почему потому что под ним есть еще два разъема и тоже вы не сможете снять пока вот это не отстегнете ну и все и теперь эти разъемы нужно оттянуть и тогда подастся плата сможет выниматься wi-fi антенна или просто антенна теперь кнопки тоже здесь разъем поднимаем и он вытащится ну и здесь мы подняли он вытащится но здесь у нас есть еще один динамик или это микрофон и тоже нужно вот эти вот разъемчики по вытаскивать это делаем чем-то плоским а я сейчас посмотрю чем чем удобней просто ногтем поддену этот разъем этот все и снимаем вот так плату мы сняли смотрим на разъем для того чтобы определиться что нужно делать тут бывает так что нужно менять разъем а бывает что разъем целый а оторваны ножки тут разъема и нужно подпаять поэтому смотрим если все подпаяно ничего не шатается то просто нужно выпаивать разъем ставить новый но для начала нужно посмотреть видите он лежит пузом на вот эта широкая сторона а тут вогнутая сторона бывает так разъем бывает так и от этого зависит какой разъем вам нужно заказать есть у меня или нет сейчас я посмотрю они все разные по форме что значит разные по форме например корпус здесь из корпуса у многих торчит четыре ножки с две с одной стороны и две с другой по краям вот на этом краю ножка на этом краю ножка на этом и на этом здесь же сделано так что посредине корпуса одна ножка то есть у них видно посредине одна ножка и посредине другая поэтому обращайте на это внимание закажите именно такую такой разъем как вам нужно причем есть ножки которые вот видите вырез и выгнута то есть ножка про на на эту сторону прямо из корпуса а есть ножки в стороны отходят вот вам нужно посмотреть и заказать они их много-много разных моделей но разъемов микро usb и вам нужно заказать именно такую которая стоит в вашем устройстве поэтому смотрим заказываем и потом будем менять ну что же я хочу обратить ваше внимание что я решил не менять разъем а просто первый момент что я сделал это почистил дорожки в разъеме хотя я раскислителем засыпал но пшикнул туда но видно было что все равно не черные засалились я взял проволочку струны подобрал самую тоненькую не самую тоненькую и просто присвечивал и немножко попроцараповал дорожки это первое что я сделал и пропаял значит просто взял у меня есть 223 рма туда положил и тонким паяльником маленьким жалом каждую каждую дорожку пропаял мне кажется сколько не смотрел не видно было есть трещинка или нет но когда вставил разъем и начал прозванивать у меня есть вот специальная такая разъем с вот такой ответной частью ну неважно нужен разъем с двумя проводками чтобы я мог допустим вставить разъем и и прозванивать идет белый сюда а черный сюда или нет и вот соединяю плюс это белый и на плате он выходит здесь все есть точки где проверять значит вот это вот плюс вот эта точка плюс это там получается что массу можно на корпус он соединяется потом это второй контакт третий контакт четвертый контакт и пятый контакт все можно прозвонить по дорожкам звонятся сюда плюс я вот на белый установлю плюс не приходит но когда шатаю разъем то он то появляется то не появляется то есть родилась идея что вдруг там есть не пропай я пропаял просто обновил пайку просто обновил даже не добавлял туда припой просто прогрел хорошо паяльником ну и вот я тут видно дотрагиваюсь до плюсового белого и сюда и сюда и она звонится сюда белый сюда и соответственно до черного до черного тоже звонится ну собственно все то есть получается что ремонт а так визуально ну абсолютно целый просто немного расшатался ну и может быть заводская пайка была не очень качественно собственно все это весь ремонт повторяйте если вы видите что не разбита внутренние контакты если он не оторван то можно я даже не буду пропаивать корпус потому что но очень плотно сидит не шатается ничего не буду делать просто вот так отдам хозяину и все поэтому повторяйте видно что это самая частая причина и не всегда нужно менять разъем только если уж вы видите что там середина оборвана или уже ничего не помогает у меня была мысль я уже приготовил паяльники чтобы снимать разъем снимал бы двумя паяльниками одним разогреваю корпус вторым прохожу по контактам чтобы при подъеме корпуса вдруг не сорвать дорожки такое может быть если вдруг корпус уже полностью прогрелся но я же я буду греть именно корпус большим паяльником а контакты вдруг прихватились и начинаешь снимать и вместе с дорожками и это такая большая большая проблема потом нужно отдельными проводниками на эти такие от контактов разводить они тонкие короче это такая ювелирная работа сделать можно но это не эта проблема ну а так в принципе собираю в обратной последовательности и покажу чем все закончилось думаю что будет работать а сейчас начинаю собирать что же я собрал еще не все винтики правда подключил на все разъемы подключил зарядку и зарядка идет правда не показывают проценты чтобы увидеть но он сейчас начался с нуля дальше будет процесс зарядки дальше начнем будет уже не с нуля показывать собственно все я надеюсь что это решила проблему и надеюсь что вам помог не не сложном ремонте если у вас такая проблема пожалуйста можете повторять подписывайтесь на канал и увидите что дома обыкновенными инструментами не всегда обыкновенными например нужно все-таки тонкий паяльник иметь это в хозяйстве всегда пригодится любому хозяину так что или у кого-то взять или купить в хозяйстве такой паяльник всегда пригодится подписывайтесь на канал всего доброго увидимся ну что же я продолжаю планшет на котором нужно менять разъем я его продолжаю потому что получил разъем который нужно впаять значит проблема выпаивания стоит остро не всегда ее легко но в принципе это возможно даже самостоятельно если у вас есть приличный паяльник вот такой и что еще нужно сделать нужно флюс ну у меня допустим рма 223 но принципе для выпаивания без разницы какой суть в чем что тут же надо кроме ножек еще и выпаять еще и контакты и поэтому ну вот как я делаю беру наношу целую гору припоя на сам корпус он тогда когда я сверху положу паяльник он разогревает все ножки но я еще тут правда очень неудобно рядом разъем стоит я еще меньшим паяльником эту капельку растянул на контакты и поэтому когда то есть большую капельку положил стянул ее на ножки и стянул на контакты для какой цели я потом прикладываю паяльник и это клякса из припоя разогревает сразу корпус и по припою и разогревается и контакты и затем просто аккуратненько держим паяльник и аккуратненько ждем пока он хорошо расшатывается и снимаем я снял все нормально никаких вопросов нет то есть даже паяльником можно это сделать единственное что маленьким не получится только большой паяльник хотя бы 60 ватт что теперь нужно сейчас я хорошо промою от подгорелости ну потому что здесь какие-то окислы поставались спиртиком из и зубной щеткой а еще я как видите выбрал все отверстия тут есть вариант оплетка а есть вариант но вот такая специальная продается оплетка которая вытягивает но так и мне не получилось пришлось мучиться с отверстием маленькими поэтому не всегда удается с первого раза вытащить олово отсосом получилось и теперь я промываю и сажу просматриваю как садится ли хорошо единственный момент на что я хотел обратить внимание это то что вот здесь снизу хотя бы снизу обязательно нужно залудить контакты не ножки ножки хорошим паяльником пропаяется если у вас паяльник хороший вот типа такого то в принципе должно пропаяться но просто если вы начнете залуживать ножки то они могут в дырочки не потом не влазить а вот контакты особенно с нижней стороны очень важно залудить чуть-чуть чтобы не было бугорков но чуть-чуть обязательно потому что если вдруг они залуживаются плохо и проконтролировать что они залудились если вдруг залуживаются плохо вы припаяете корпус но не не припаивается к плате потому что ножки допустим плохо залуживаются и это целая проблема потом то ли снимать перегревать но это проблема поэтому обратите на это внимание а сейчас просто впаиваем это уже не не сложно мне же много видео такого плана как припаивать разъем собственно это не сложно конечно нужен паяльник с выставляемой температурой и с тонким жалом и я вставил вот разъем и сначала конечно нужно пропаять у меня в очках для того чтобы увидеть хорошо разъемы ну и просто так как я внизу уже залудил контакт и контактную площадку заводил то просто дотрагиваюсь до контакта он припаялся туда уже не надо припой наносить потому что он потом если вы туда несете припой он схватится между двумя площадками его сложно оттуда выдергивать а если уже есть и там и там припой то потихонечку дотрагиваетесь и она соединяется проблем нет и сейчас а я еще ножки не припа не пропаивал вдруг есть какая-то проблема сейчас нужно проверить а если контакт для проверки у меня есть вот такой разъем с проводками с другой стороны где я могу вставить и на другой стороне проверить отсюда беру и вот здесь в конце этого разъема проверяю а дошла ли а если соединение если есть то тогда уже можно впаивать до конца проверяем конечно прозвонки значит черный это минус минус у нас приходит на в этом разъеме на крайне левый потому что он вот повернут что здесь крайне левый ну он в том числе и на корпус доходит маршрута не доходит или я так проверяю пробую не доходит пока а если до разъема проверять пока еще нету и так по факту все хорошо спаялась здесь корпус я уже паял хорошим мощным паяльником это быстро и пропаивает насквозь но и как я уже обратил внимание вот таким паяльником мне с первого раза не удалось как-то не пошла пропайка почему потому что у него не медный к ним не прилипает припой а вот таким паяльником с медным жалом повторно на него прилипает припой и я его могу загнать туда припой а здесь я только разогреваю и дополнительный припой на него набрать не могу поэтому у него есть некоторые ограничения с таким обыкновенным паяльником все получилось нормально все звонится теперь когда мы собираем в обратной последовательности не забудьте эту камеру поставить и вот эту но прежде нужно отмыть спирт зубная щетка и отмываем и тогда можно поставить и собираем собираем в обратной последовательности точно также для того чтобы загоняем сначала вот этот основной разъем чтобы загнать планка должна беленькая быть поднята загнали и теперь вот таким образом сначала допустим вот этот шлейф потом вот этот поднимаем аккуратненько потому что могут быть нюансы если сломаете шлейф то это проблем проблем и вот этот шлейф тоже все ну его аккуратненько поднимаем планку и аккуратненько вставляя назад направляем и засовываем но планки должны быть поняты и аккуратно направляем шлейфы в разъем ну собственно все теперь осталось только проверить причем лучше это делать не металлическим потому что что-то может пойти не так что-то можете царапнуть не не почувствовать лучше это делать вручную тогда вы чувствуете заходит не заходит чтобы ничего не поцарапалось и вот так это тоже аккуратненько ногтиком пальчиком ногтиком как там у вас получается принципе этот длинный я могу за сам шлейф взять и все-таки боюсь боюсь сломать поэтому буду буду аккуратненько тут есть такие плечи которые аккуратно можно подхватить но боюсь что что-то могу сломать если вдруг с первого раза у меня что-то сегодня не получается специально снял потому что я поставил а вот эту заднюю камеру забыл поставить пришлось снова снимать поэтому решил еще раз продолжить видео для того чтобы вам об этом напомнить чтобы вы не сделали такую ошибку ну и все теперь в последнюю очередь уже подключаем питание и дальше можем не собирать а сразу проверить работает и зарядка как только питание разъем питания вставили все разъемы вот тут еще парочку разъемчиков но они как бы не существенные но все равно динамики тоже подключаем здесь уже это можно делать и пинцетиком потому что тут ничего сломать ну сложно короче сломать все можно сломать но намного сложнее сюда черный сюда белый не знаю какие у вас цвета но ну там по не перепутаете по длиннее проводов они не подходят другое другое место хотя раз сами разъемы одинаковые ну все в общем то сейчас буду подключать питание и проверять так смотрите я подключил не самый лучший кабель и сразу дернулся вибрации и сразу пошло питание сколько процентов я не знаю но он на нуле поэтому еще проверю берет ли зарядку потому что в принципе картинку он и до этого показывал но почему-то не заряжал на этом и мы закончим думаю что в принципе все нормально может разъем поменяли самостоятельно это возможно сделать не при уменьшайте своих способностей да действительно что-то может не получаться и может быть не с первого раза приготовьте не один разъем а два потому что что-то может пойти не так выкинуть один разъем но это возможно повторяйте увидимся на канале